Всем привет! В студии Давид Нагорный. Студенты с сонными глазами снова на парах. Еще не отошли от новогодних праздников. Но учеба есть учеба. Университетская жизнь снова кипит. Что нового произошло за первую учебную неделю в этом году, узнаете в сегодняшнем выпуске. Иркутские школьники будут соревноваться в Бугу в рамках конкурса Иркутской компьютериады. Виктор Игнатенко предложил создать лагерь военно-патриотического воспитания молодежи на территории, принадлежащей ВУЗу. Время воспоминаний. Студенты рассказали, что они делали на новогодних каникулах. Летний лагерь военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» планируют создать в Иркутской области. Об этом в пятницу говорили на совещании по председательству губернатора Игоря Кобзева, ректор Байкальского государственного университета Виктор Игнатенко предложил, как один из вариантов, задействовать для этих целей территорию, принадлежащую ВУЗу. Сейчас подробности проекта будет обсуждать специально созданная рабочая группа. «Было принято решение создать рабочую группу и уже конкретно определить поэтапно, чтобы подготовить все необходимое и быстро в сжатой сроке построить такой лагерь. Это в интересах будет и школьников, которые будут проходить там сборы, и также это будет в интересах наших студентов, которые мы тоже должны обучать основам начальной военной подготовки». В этом году Байкальский государственный университет вновь ждет школьников для участия в Иркутской компьютериаде. Она проводится уже 17 лет. Ребята с большой охотой участвуют в различных номинациях конкурса. Юные таланты могут проявить себя и выиграть ценные призы. Подробнее в сюжете Кариме Факировой. Байкальский университет готовится принять участников Иркутской компьютериады. Она уже проводится 17 лет. Ее престиж растет. Формат проведения меняется. Число номинаций увеличивается. В этом году иркутские школьники будут соревноваться в БГУ на четырех площадках в номинациях. Офисное многоборье, компьютерная графика и дизайн, сам себе веб-мастер и лучший репортаж. Желающих участвовать в компьютериаде становится больше. «Их больше трех тысяч. В этом году регистрация еще идет, регистрация еще открыта. На базе Байкальского государственного университета будет около 300 участников в дистанционных конкурсах и 120 участников в очных конкурсах». Открытие фестиваля запланировано на 23 января. Оно будет проходить в онлайн-формате в радиостудии медиа-центра БГУ. Весь следующий день будет посвящен работе участников над конкурсными заданиями. Вечером к проверке их результатов приступит специальное жюри. В течение третьего дня ребята будут знакомиться с нашим университетом и его возможностями. «25 января пройдет лекторий, посвященный цифровым наукам, где будет много интерактива. Привлечены профессорские, преподавательские составы для проведения этого лектория, для того, чтобы дети поняли, что еще можно добиться в области цифровых технологий». Традиционно компьютериада проходила в течение пяти дней. В этом году организаторы учли возросшие количество номинаций и участников. Поэтому торжественное закрытие фестиваля назначено на 17 февраля. Карина Факирова, Игорь Титенко, Байкал Универ ТВ. Новый год – это способ начать новую главу в книге своей жизни. Что на первых страницах? Кляксы или аккуратный почерк? Как студенты провели новогодние каникулы, узнал Эдуард Мартышов. «Совсем недавно прошел главный семейный праздник. Студенты выходят на учебу, и в связи с этим мы решили спросить о них, как они провели новогодние каникулы». «Ой, отлично, я провел новогодние каникулы. Прежде всего занимался уничтожением новогодней еды, развлекал окружающих и даже умудрился заболеть». «Я была дома, ходила на фильм «Чебурашку», нам очень понравилось». «А я просто отмечала дома с подругой, в дискотеку устраивали, танцевали». «Спала, ела, отдыхала». «Все те дни?» «Ну да, ну с друзьями встречалась». «Я вела в Монголии дома». «Чем занимался новогодних каникулы?» «Да ничем». «Я отдыхала, кушала салаты и ездила в Сочи. Было супер». «Я не отдыхал, я работал». «Кем?» «Сварщик». «Сварщиком? А на кого учиться?» «Искусствовед». «Мы проводили время дома, отдыхали после напряженной сессии». «До новогодних праздников я отлично сходил, снялся в рекламе, подскользнулся на снегу, сломал ногу. А в основном новогодние праздники в дружной компании». «Я смотрела фильмики, устроила марафон «На погоди». «Особо заведения не посещал, больше самообразования и, конечно же, подготовки к семестру и к учебе в любимом Байкальском государственном университете». «Ездила до гордолыжку, каталась на сноуборде». «А куда ездила?» «В Красноярске». «Как вы провели новогодние каникулы?» «Я еще в старом году». «Эдуард Мартышов, Игорь Титенко, Байкал Универ ТВ». «Новый год» — это не только праздники, но и возможность подвести итоги и навести порядок в своем доме. Тем более, когда это приносит пользу обществу. Тонна макулатуры отправилась на переработку в одну из компаний Иркутска. Свой вклад в сохранение природы внесли работники столовой БГУ. Ненужные обеденные меню, устаревшие документы и многое другое снова станет целлюлозой и сбережет не одно дерево. Сдача макулатуры в университете происходит постоянно при участии практически каждого подразделения вуза. А с перерабатывающими компаниями заключен долгосрочный договор. Копится неиспользованная бумага, начиная от кафедры, заканчивая библиотекой, бухгалтерией. Поэтому мы на постоянной основе макулатуру собираем, аккумулируем ее в библиотеки. Они у нас взялись за такую экологическую акцию, и когда накапливается определенное количество, мы ее сдаем на утилизацию. Творческие коллективы снова приступили к работе с 9 января. Наши студенты проявляют себя в различных сферах – вокал, танцы, изобразительное искусство. Ребята готовятся к конкурсам в поте лица. Впереди их ждет День российского студенчества и студ весна. Подробнее в сюжете Данилы Семенова. Даже таким опытным вокалисткам, как студентке старших курсов БГУ, требуется тщательная распевка. Ядро солистов фольклорного вокального бренда БГУ «Кудесов» еще не в концертных костюмах, но уже в образе. С 9 января все ансамбли и творческие студии Байкальского университета возобновили репетиции. Новое расписание вносит свои коррективы, но артисты находят возможность и старый материал повторить. И к новым конкурсам подготовиться. Ближайшее мероприятие, которое будет, это День российского студенчества. Более известен как Татьянин день, который мы отметим традиционно караоке батлом, который состоится здесь, в художественном. Мы надеемся, что будут команды от каждого института, факультета, от колледжа. Участники инструментального ансамбля смотрят гораздо дальше. В прошлом году они стали лауреатами второй степени Всероссийского творческого фестиваля «Студенческая весна» и теперь намерены биться за первое место. Полный состав коллектива, 12 музыкантов, собирается каждую субботу. Но и в будние дни солисты разучивают новые мелодии, добиваются слаженности и профессионального звучания. У нас в работе сейчас три произведения. Из них два, наверное, точно пойдут в весну. Пока, наверное, не будем определенно говорить, какие именно пьесы пойдут на «Студвесну». Но я думаю, что из этих трех выберем обязательно. Вокально-эстрадный ансамбль «Нота Бене», танцевальный коллектив «Контраст», театральная и художественная секция и многие другие тоже приступили к еженедельной работе и реализуют в жизнь свои творческие планы. Данила Семенов, Игорь Титенко, Байкал Универтв. Научная библиотека пополнилась свежими изданиями по философии и статистике. Редкие и удивительные книги можно увидеть в ректорском читальном зале. А на первом этаже можно посмотреть выставку, посвященную царской династии Романовых. Еще один стенд посвящен Баргузинскому заповеднику. Подробнее в сюжете Марии Полежаевой. Сразу три тематических выставки открылись в читальных залах научной библиотеки БДУ. В абонементе учебной литературы выставлены свежие издания по философии и статистике. Это новые поступления в богатые фонды ректорского читального зала. Руководство библиотеки постоянно знакомят с его новинками и студентов, и преподавателей БДУ. Мы во всех пунктах библиотеки рассказываем о фондах ректорского читального зала. Там очень богатый и интересный фонд, книги, которые дарит нам Виктор Васильевич. Книги, безусловно, очень хорошо изданные, в информационном плане очень интересные. Там учебная и научная литература. На первом этаже второго корпуса в фойе расположена другая выставка. Она посвящена юбилейной дате со дня основания царской династии Романовых. Центром экспозиции стало генеалогическое древо с портретами всех царей и цариц, начиная с Михаила Федоровича и заканчивая императором Николаем II. Необычный художественный объект был создан Аллой Новик вместе с ее дочерью-школьницей. Мы с моей дочерью посмотрели, в каких формах представлена информация о династии Романовых и решили двухмерную модель воплотить именно в трехмерном виде, для того, чтобы это больше привлекло внимание именно одноклассников, наверное, чтобы это вызвало интерес. Генеалогическое древо Романовых и сама выставка теперь будут вызывать интерес у студентов нашего вуза. Для них же в зале научной литературы подготовлен стенд, посвященный еще одной важной дате, уже регионального значения. 11 января отпраздновал свой день рождения Баргузинский заповедник. Книги о его природных богатствах, исследователях и исторических вехах будут доступны любителям природы в течение всего января. А потом в залах научной библиотеки БГУ откроются новые выставки. Мария Полежаева, Игорь Титенко, Байкал-Универтв. Вот так прошла первая неделя учебного года в Байкальском госуниверситете. Просыпайтесь, учитесь на отлично, участвуйте в жизни университета. Редактор субтитров А.Семкин